Друзья, всем привет! А я продолжаю держать вас в курсе всех событий, которые происходят на рынке по продаже новых автомобилей. Хотя уже огромное количество статей, что его больше не существует. Напомню, я занимаюсь помощью в покупке нового автомобиля от официального дилера, работаю со всеми брендами, которые существуют в нашей стране. Но ранее я занимался исключительно поиском только по Москве, ну в лучшем случае Санкт-Петербург. Сейчас же я уже активно работаю по всей стране и на основании этого сегодня смогу вам дать общую картину того, что происходит в нашей стране в целом, а не только в Москве. Поэтому я сделал для себя пометочки, о чем сегодня вам нужно рассказать, чтобы вы были в курсе всех событий. Присаживайтесь поудобнее, у меня будут тайм-коды, но рекомендую вам посмотреть ролик от начала до конца. Таким образом вы будете владеть всей ситуацией и знать, что в реале происходит. У меня будет спонсор выпуска, но с ним я вас познакомлю чуть позже. Приятного просмотра, мы начинаем. Но давайте начнем с конца. Последний раз сюжет на подобную тему выходил в начале марта. С 24 февраля люди массово кинулись скупать автомобили, потому что понимали, что с 1 марта, как уже тогда официально сказали, цены будут резко на все автомобили поднимать. 1 марта было поднятие цен, потом 9 марта были поднятия цен, 15-20 у разных брендов в разные дни, но приходили официальные письма дилерам, что официально рекомендованная розничная цена на автомобили растет. И это еще полбеды, потому что несмотря на то, что цены поднимали нехило, сейчас я перечислять по каждому бренду, где на что выросло, не буду, потому что цены действительно улетели в стратосферу. Так еще их туда же подтолкнули в эту стратосферу сами дилеры, потому что они начали делать космические наценки, просто-напросто космические. На сегодняшний день конец марта, буквально 29 число на момент выхода этого видеоролика. Я вам могу сказать так, что ценник дошел до такого состояния, что люди сейчас приходят в автосалоны, смотрят, смеются, разворачиваются и уходят. И вот как это все происходит, я вам сейчас все детально буду рассказывать. В общем, фиксируем здесь следующее, что на сегодняшний день не существует, можно сказать, автомобиля, который можно купить по привлекательной цене. Хотя, хотя, у меня, слава богу, заказчики есть и есть люди, которые обращаются за поиском нового автомобиля. Что это за люди, что они ищут, чуть позже я вам об этом расскажу. Весь 2021 год мы снимали и рассказывали о том, что дефицит с машинами, машин мало, машин мало, машин мало. Начался 2022 год, январь, февраль. Я снимал в феврале ролик о том, что машин становится все больше и больше, и таким образом уже не за горами реальной скидки. Потому что многие бренды уже начали отдавать в розницу. Где-то делали живую скидку, где-то начинали уже дарить допы. И такая была, знаете, уже, так скажем так, в душе у автомобилиста весна. Происходят события, что происходит сейчас. Мне дилеры, Москва, Питер и многие крупные города по нашей стране плют списками автомобилей. Что смотри, у нас вот столько-то, столько-то, столько-то. Действительно, машин много. В разных комплектациях, в разных цветах, так еще и на выбор. Хочешь 2021 год, большое количество выбора. Хочешь 2022 год, тоже большое количество выбора. Но подчеркну, что 80% это такой масс-сегмент. Что-то вот редкое из серии, ликвидное от немцев, например, от Audi, Mercedes, BMW. В этих списках нету. Потому что такого рода дорогие автомобили скупались в первую неделю начала конфликта. Разлетались просто на раз-два. И сегодня цены, по которым их продают дилеры, они даже, можно сказать, не обсуждаемы. Самое смешное, в кавычках подчеркиваю, заключается в том, что как все это произошло, тут же появились автомобили. Вот сейчас я, например, ищу, когда персонально тачку звонишь в Киев, звонишь в Хионде. Есть! Вот что ни спроси, по Москве, по регионам. Все есть, все найти можно. Я задаю этот прямой вопрос. А как так получается, что, например, уже март кончается, а у вас там машина 2021 года? Ответ идет в следующий, что якобы сам производитель, завод, машины долгое время не отгружал. Такое действительно встречается. Потому что я лично с этим сталкивался. Когда автомобиль произведен, он стоит на заводе. Чтобы его забрать, дилеру должны выставить счет. Дилер его оплачивает, все, машину можно забирать. Но, например, завод, например, Шкода, вторую неделю, даже уже третья пошла, никак не может выставить счет дилеру на оплату нового автомобиля, который уже произведен. Соответственно, здесь какие-то махинации, операции со стороны заводов и производителей тоже присутствуют. Ну что, пришло время, когда смотришь на свой автомобиль и думаешь, слушай, какой же он шикарный, футуристичный дизайн, очень даже современен, не так часто встречается на дороге. А с текущими ценами на новые автомобили про новые автомобили постепенно можно забывать. И вторичка, наше все в ближайшее будущее. Не бит, не крашен, один владелец, заявляю я. Но при покупке автомобиля с пробегом верить на слово не самое лучшее решение. Да, встречаются порядочные люди, которые отвечают за свои слова, но лучше всего каждый автомобиль перед покупкой проверять. Для кого-то это вторичка, он ее продает, но для того, кто ее покупает, это все равно будет новый автомобиль. Естественно, правильно загонять автомобили на подъемники, смотреть, делать полные диагностики и точно так же проверять полностью лакокрасочное покрытие автомобиля. Поэтому, ребята, просто не забывайте о том, что по ссылочке в описании вас ждет толщиномер от компании CarSys, который даст вам в считанные секунды проверить лакокрасочное покрытие автомобиля и сделать выводы, точно ли он вроднее или же вас обманывают. Работает все элементарно. Из коробочки достали, включили, можно пользоваться. В комплекте идет, конечно, все самое необходимое для того, чтобы его откалибровать. Но, в принципе, у ребят огромный опыт и прибор работает безупречно. 120 микрон. Это, в принципе, хороший показатель для японца, потому что бывает такое, что на некоторых автомобилях толщина гораздо меньше. А вот если, например, капот бы красился, то у него могло бы быть там 240, 250, 500, это если уже накидывали шпаклю. Здесь есть отличный режим, с помощью которого можно проверять различные изгибы, потому что бывает локальный окрас, немножко сделали, накидали шпаклевочки, и вот с помощью этого режима можно вводить даже вот так, и он будет показывать толщину. Толщину. Вещь простая в использовании, но нужно научиться ей пользоваться, потому что, смотрите, вот она, дверь задняя. Оп, не срабатывает. Почему? Бракованный? Нет, потому что она пластиковая, а прибор работает исключительно с металлами. Отлично переносит погодные условия, наш климат работает безупречно, реально. Лично в этом убедился, уже неоднократно вам про него рассказывал, тестировал его и в зимнее время, и вот сейчас с появлением теплоты. Поэтому, друзья, все те, кто присматривается ко вторичке, я вам просто настоятельно рекомендую вот таким прибором обзавестись. Вы его покупаете, и на всю жизнь он остается с вами. Пользуйтесь на здоровье, все подробности по нему ждут вас по ссылочке в описании, в первом закрепленном комментарии. CarSys толщиномер. Покупаем смело. И вот планомерно 9, 15, 20 марта все это росло. Если первая половина марта еще кое-как продажи шли, то сейчас вот со всеми, с кем я общаюсь, все, как говорится, сели на пятую точку. И сидят ровно в салонах тишина. Буквально на днях смотрел ролик у Сереги ProDrive, вот он ходит по салонам, снимает. В салонах реально тишина. И так происходит не только по Москве, так происходит по всей стране. Я у некоторых спрашиваю, что у вас с продажами, а у некоторых это Skoda, это Kia, это отечественные автомобили. В общем, никакие там премиалки. А вот масс-сегмент. Нет вообще никого, некому даже что-то продавать. Звонков нет никаких, потому что ставки по кредиту сейчас это примерно 30-50%. Вот в таком диапазоне, такой вот разбег по ним идет. Машины покупают буквально, наверное, из 100%, я возьму так 5. Потому что все-таки есть люди, которые нет-нет, да что-то берут. Как это происходит? Я делаю публикации сейчас, допустим, подборки в Телеграм-канал, где списками также выкладываю автомобили. И, как правило, из этих списков забирают все то, что самое низкое. Потому что нет-нет, да вылетают какие-нибудь автомобили, автоматическая коробка передач, кондиционер, либо климат-контроль, музыка. В общем, минимальный набор опций, который нужен. Но при этом ты видишь минимальную цену. Когда машины некоторые предлагают по 2,5 за пола, и тут он вылетает там за 1,7 млн, 1,8 млн. Ну, конечно, вот такие автомобили еще люди берут. Под какие нужды? Мы про это уже говорили. Кто-то пытается сохранить свой рубль. У кого-то это работа. Покупают автомобили для работы в такси, курьерской доставке и так далее. В общем, для некоторых автомобиль это хлеб. Поэтому, какие бы цены ни были, ему покупают нужную. Но, соответственно, люди выбирают наиболее низкую цену. Дорогие тачки из серии, как вот выкладывают в интернет, да, гуляют различные фотки, где там конкретно стоит, там 4, 5, 6 млн, да хоть 10. Их никто не покупает. Это все сделано для вот так. Поохеревать то, что мы, ого, автомобиль там за 20 млн рублей. 1%, наверное, из 100, кто по таким ценам готов покупать. И то это наверняка те, за кого переживать вообще не нужно. Но сам факт такой, что в салонах реально наступает полная тишина. По регионам тишина вообще полнейшая. Если по Москве еще хоть какой-то трафик есть, но, тем не менее, даже по Москве сейчас в салонах ажиотажи вы не встретите. Ни в будний день, ни уж тем более в выходной. И в этом отчасти и даже сильно виноваты сами руководители и директоры автосалонов. Которых, я честно могу сказать, просто дебилами полными. Это просто люди, которые, знаете, они испытывают какое-то удовольствие от того, что они создают людям проблемы. Значит, рассказываю вам несколько примеров. Человек приезжает покупать автомобиль. Цена его устроила, договорились. Он говорит, я оплачу, оплатил. Все подписал, остается подписать только акт приема и передачи. Говорит, можно я через 4 дня заберу? Можно. Уезжает, возвращается. И тут ему говорит менеджер, что руководство сказало, что недавно подорожание было. Нужно сделать плюс 600 тысяч. Вы вдумайтесь, человек оплатил автомобиль. Он уже стоит его. А ему говорят, давай мы сейчас всю сделку откатим назад. И ты заплатишь еще раз на плюс 600 тысяч рублей. Это такой бред. И когда менеджер стоит, тебе это объясняет. Здесь важно понимать, что ты просто продавец. На менеджера орать смысла ноль. Он идет к руководителю. А руководителю похер. Он сидит в своем кабинете. Такая, знаете, такая здоровая мышь. Она сидит. Иди, иди, решай. Решается вопрос следующим образом. Сдаваться нельзя. Как показала практика, человек обратился к юристу. Составили досудебную претензию из серии того, что если вы сейчас машину не отдаете, идем вместе с вами за ручку в суд. Отдали тут же машину. Реально? Забрал машину, уехал. Далее. С регионов. Не буду называть даже города, потому что смысла нет. Этот беспредел сейчас происходит по всей стране. Люди присылают, говорят, вот у нас есть автомобиль. Киа Рио. Человек его устраивает. 1 миллион 520 тысяч рублей комплектация на автомате. Мы говорим, ну все, давайте бронироваться, мы готовы брать. Что для этого нужно? Он идет к руководителю. Руководитель идет к директору. Вот у них там сетка, три салона есть. А директор начинает, значит, пусть сейчас приезжает, наличие оплачивает. Ему объясняют, что человек из Москвы, нужно купить билет, приехать, будет завтра утром у нас в салоне. Ничего не зная. Сейчас тогда пусть идет счетному, давайте, пусть по счету оплачивает. Думаю, бред какой-то. Наступает следующий день, человек уже с билетами, он готов садиться в самолет, ехать, через 4 часа он уже будет в салоне. Не знаю, ничего, условия могу изменить. Короче, просто на ровном месте, когда машина стоит, есть ПТС, ты сам озвучил цену, а потом ты начинаешь продам, не продам, буду, не буду. Они эти цены, смотрите, вот допустим, берем в среднем 2 миллиона за машину. Вчера цена была миллион, то 2 300, то 1 900, то 2 100. То бишь, цены прыгают вверх-вниз, и их назначает не менеджер, их назначает высшее руководство, аналитики. На что они там смотрят? То есть, сам смысл заключается в том, что они даже не понимают, по какой цене машину можно продавать. Я сталкивался с ситуацией, когда ищешь человеку машину, вот это вот в марте, во второй половине уже, в 20-х числах. Тусан, говорят, 6 600 за топовую комплектацию. Я говорю, вы что, идиоты? Через день 6 0 50, через день 5 800, потом 5 600, потом 5 350, потом 5 800 опять. Короче, ценник называют в разнобой, и при этом никто их не покупает. В данной ситуации некоторые люди уже уходят на вторичку, путём того, что они покупают машину тех самых перекупов, которые когда-то проинвестировали в машину, и забирают у них. Машина там не стояла никак на учёт, типа физик купил, забрал себе. Машину человек нашёл за 4 750 000. Его она устроила, при том, что минимально, что ему предлагали дилеры, 5 миллионов рублей. То бишь, были посланы нахрен, они забирают автомобиль. И, соответственно, сегодня многие дилеры сейчас уже сталкиваются с такой проблемой, что, ну, во-первых, трафика нет, продавать нечего, зарплату платить нужно. Это только начало, сейчас вот апрель-май, и всё, начнутся сокращения. А дальше многие дилеры уже что делают? Например, Москва, у них есть там 3 салона, одну и ту же продают. Два салона будут закрыты, останется один, и, соответственно, там будут просто работать менеджеры сменами. Один день мы поработали, что-то заработали, если получилось. Второй день вы поработали, третий день, третья смена поработала. И вот так по кругу будет идти. То ты раньше мог прийти, там, работать 3.1, 3.2, ну, там, графики же они сами могут выбирать. А сейчас у тебя будет, там, условно, там, два дня поработал, четыре дня отдыхаешь, потому что другие будут работать. И тем самым, кто работал в премиалке, там, зарабатывает, там, 200-400 тысяч рублей, ну, будут зарабатывать, там, 1100. Как говорится, это лучше, чем никуя. То же самое сейчас происходит с брендами, например, взять какие-нибудь крупные, там, типа, Аля Рольф, там, Ключ, Авто. Вот у них есть огромное количество салонов по всей стране. Они уже становятся, по сути, мультибрендами. Что это такое? Вот помните, да, когда вы приезжаете к какому-нибудь дилеру, выходишь, и там, Кия, Хёндай, там, Джип, Мерседес, Ауди, Бенуэй. Вот она, цепочка идёт, там, ну, из разных брендов. Сейчас будет так, что, допустим, есть дилер один. Ты приходишь от Хёндай, ну, ты у него купить можешь всё то, что у них есть вот в этой сети. Допустим, нужен тебе Мерседес. Если он у них есть, но он находится где-нибудь, там, в Чебоксарах, к примеру, салон. Они оттуда его заказывают, тебе его привозят в Москву, ты приходишь его забирать. То бишь, в одном салоне ты можешь забирать разные машины, но которые также будут оставаться, там, как бы, условно, на гарантии ты покупаешь от официального дилера. Уж что там за гарантия? Как ты ей будешь пользоваться, если там что-то сломается? Это вы сами прекрасно понимаете, что сейчас вилами по воде никто внятного ответа дать не может. А я вам по ушам ездить, истории, что там прогнозки давать не буду. Всё покажет исключительно время. Но сам факт того, что я думаю, просто предполагаю, даже вот по обратной связи от людей, что в ближайшее время количество салонов в Москве просто станет очень мало. Но, тем не менее, где купить, всегда возможность будет. И на основании того, что перестраивается рынок не так быстро, здесь получается так, что руководство и директора, они всё считают и сидят ещё в облаках. Витают то, что раньше мы там продавались на оценку и в начале марта кто-то как-то покупал. Месяц-два соснут лапу по полной программе и сразу придут в себя. Потому что им же тоже нужно платить за ту же самую аренду, обеспечив людей. Я думаю, им вообще фиолетово сократить народ, по-быстрому снизить зарплату, оставить минимальную заработную плату. Я думаю, они это сделают в момент, как бы сердечко там ни у кого не ёкнет. Но факт в том, что менеджер присылает, говорит, плюс полтора миллиона. И это вообще там цена получается какая-нибудь космическая на автомобиль. Ты говоришь, ты что, дурак? Говорят, ну вот, иди объясни им. Я им объясняю, что никто не купит по такой цене, да, с такими наценками, там, с нынешними ценами. И доходит ещё до абсурда такого, вот с ребятами общаемся, например, вот стоит там Крета. С неё делают доходность там 900 тысяч рублей чистыми, ну, сверхприбыль там, да, получается. Но при этом руководство говорит, ещё что полис каска сделали. Вот с полиса каска там салон может заработать, ну, 20, ну ладно, бог с ним, 30 тысяч рублей. А человек говорит, типа, а мне не нужна каска, я вижу, что происходит, зачем мне эта каска, я не хочу её покупать. Менеджер идёт к руководителю, а тот говорит, ну, не хочет покупать, значит, мы продавать не будем. Вот иной раз хочется спросить, что у вас за математика, тем более в нынешних условиях, просто послушать, чем вы руководствуетесь. Почему, имея возможность заработать здесь 900, почти миллион рублей чистой прибыли, вы отпускаете человека, потому что он не сделал полис каска, с которого вы получите 20-ку, 30-ку. Ну, это вообще просто дебилизм, самый натуральный. Вот эти изменения условий, когда ты звонишь, тебе одно, пока ты доехал, уже другое. Сами дилеры, как я сказал, действительно в шоке и просто-напросто не понимают, как продавать. У многих у них есть аналитические отделы. Что это такое? Простыми словами, вот, допустим, у дилера склад там, да, при нем, 50 машин, которые можно продавать. Они выставляют там цены с наценкой, да, уже, и начинают торговать. И вот аналитик сидит и считает, что если продажи идут, то примерно запаса хватит до середины месяца, а потом машин не будет. Когда подвезут следующий, он также может посмотреть, увидеть, и им самое главное, чтобы не получилось так, что распродали все, и два, там, две-три недели сеть ждать, там, подвоза новых автомобилей. В такой ситуации, когда они видят, что хорошо продажи идут, они начинают цены задирать. Потому что можно продать одну машину, но с космической наценкой, вроде как, неделю отбили, уже хорошо. Это я вам для примера рассказываю. Поэтому сейчас многие салоны, где менеджер, не менеджер даже, а руководители отделов продаж, директора пошустрее, кто понимает, да, допустим, что там с Volkswagen или со Skoda, там, может быть, потенциально жопа по поставкам, они сейчас уже сами перекупают машину у других дилеров по всей стране. Вот если кто-то где-то что-то выгодное находит, и они видят, что там мы купим за миллион семьсот, и здесь мы сейчас продадим с плюс триста, с большим удовольствием заморачиваются, отправляют своих менеджеров, они летят, покупают, там, ставят на автовозы, перегоняют. Казалось бы, расходы, но, тем не менее, потом будет тройная, там, четверная прибыль. Вот нечего будет продавать и сидят с ценами в коне. Такое, например, сейчас может происходить, там, допустим, в Audi. У них с машинами вообще туго, и, соответственно, они выставляют просто какую-то космическую цену. И ты можешь сидеть, 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 потом в итоге есть и кто-то найдется. А, подчеркиваю, один, два, там, три процента из ста по Москве, по России в целом, всегда найдутся у кого денег до хрена, поймите это правильно. И прийти купить, там, какую-нибудь седьмую за 20, там, 25 миллионов рублей, казалось бы, да кому она нужна, если она раньше, там, 7-8 стоила. Ребята, как показывает практика, находятся те, у кого все ок, и брать готово. Но тут суть такая, что купив, салон получает хорошую маржу, хорошую прибыль, на основании которой можно существовать дальше. Но со стороны руководства, как ребята рассказывают, просто директора, там, не знаю, что там за жадность у людей, потому что они убирают им все различные мотивации. Вот мне менеджер говорит, вот смотри, раньше было так, вот два автомобиля. На одном доходность миллион рублей, на другом, там, допустим, 150 тысяч рублей чистыми. Вот я продаю машину с доходностью миллион, мне дают, например, там, 40 тысяч рублей, да, за сделку. Продаю с доходностью 150, дают, например, минималку. Минималка, это, например, 15 тысяч рублей. А сейчас, говорит, нам убрали вот эту мотивацию толкать и продавать машины дорогие, там, заряженные на прибыль, да, тут хорошую. Говорит, что я эту продам с плюс миллион, что я эту продам с плюс 150, мне дадут по 15 тысяч рублей. И, соответственно, я сижу, мне вообще пофигу, мне как бы нет смысла суетиться, шевелиться, вокруг человека прыгать. Хочешь, бери такую, хочешь такую. Ты бишь, и, да, казалось бы, вдумайтесь, салон получит миллион, а менеджер, главный человек, который продаёт, который вокруг человека ходит, бегает, прыгает, который ведёт его за ручку в кассу, ему дают вот такую жирную фигу. Ну, вот это просто, на самом деле, я считаю, не совсем справедливо. И подозреваю, что многие, конечно, понимаете, тяжело перестроиться, найти новую работу, куда-то уйти. Но при первой же возможности, как только он узнает, что там он может торговать, и там он сможет зарабатывать, улетят вообще, как говорится, на метле. Просто подпрыгнули уже на новом месте. Бюджетное авто. Вот наш отечественный производитель Lada. Как вы знаете, они же там Lada-Reno. И ребята говорят, у них вообще у некоторых уже мысли о том, что умышленно всё делают, хотят просто уничтожить рынок. Потому что, говорят, нам дают так, 25-30 машин на месяц, всё, вот можно продать. Больше продать нельзя. Хотя машины как бы есть. Точно так же жалуются, что заводы говорят, мол, у нас там опять не хватает полупроводников, не хватает чипов, чего-то всё не хватает им вечно. И машины стоят там. То выходит народ на работу, то не выходит. Это не только с Lada. Это, например, то же самое с Hyundai. Ребята говорят, завод стоит. Но нет-нет, что-то там они подделают, выходят, периодически на смену вызывают. Посмотрим, что будет происходить. Потому что машины пока что есть. Я думаю, вероятность того, что кто-то обосрётся и скажет, блин, всё, уже и без наценки готовы будут отдавать, как это делают сейчас китайцы. Пожалуйста, можно найти. Но здесь каждая ситуация, она индивидуальна. Это всё нужно сидеть, смотреть. Прикол заключается в том, что, например, выставляли в начале марта, если не ошибаюсь, Гранта на механике с тест-драйва 2020 года. Там пробеги, типа, 700 тысяч, какие-то небольшие, где-то 200 километров было. По цене 980 тысяч. Я сначала, когда увидел цифры, думаю, ни хрена себе. Я их даже выложил больше, как прикол. Но прикол заключился в том, что три машины были, и их забрали вот так вот в моменте. Физики. Люди под себя забрали машину по цене до миллиона рублей. Были этому дико счастливы. А потом руководство увидело, что, типа, нифига себе. Раз, два, три машину забрали. И они начали предлагать такую же машину, да, с других словом, с тест-драйва. По миллион триста. Вы вдумайтесь, миллион триста за Гранту с тест-драйва 2020 года. Вот такая ситуация. Когда, на самом деле, можно вот за миллион пятьсот двадцать, будет до миллиона шестьсот, там, Рио на автомате, новую. Новую, 2022 года. Поэтому цены называются потолка. На чём они основываются, я понятия не имею. Но, тем не менее, народ на некоторые позиции прыгает. Но, как только поднимают цену, типа, а-ля миллион триста, никто не покупает. Опять же, сюда добавлю, вот, иногда мне пишут, типа, вот, ты там заставляешь людей машину покупать. Ребята, я никого, ничему не заставляю. Вы сами выбираете, брать не брать. Много количества людей, когда видят сейчас цену, говорят, типа, до свидания, рынок. Всё, нам ничего не надо. Я сам по себе такой же. Мне новая машина с нынешними ценами больше нахрен не нужна. Нахрен не нужна. Но, как я сказал в самом начале, есть люди, которые, там, зарабатывают, не знаю, в валюте. Я просто не лезу в их кошелёк, не спрашиваю, откуда у вас деньги. Потому что приходят-то покупать за наличку. И это не говорит о том, что он потреб взял. Сейчас и потребы, там, с бешеными процентами. Говорит о том, что откуда-то деньги есть, что-то заработал. У кого-то это мечта, у кого-то, там, на день рождения дочери. Кто-то жене, кто-то себе, кто-то под работу. Поэтому здесь важно понимать, это не так, что человек сидит, ему есть нечего, он голодный, он пришёл, взял кредит, там, 35%, с минимальным первоначальным взносом. И такой, о, у меня машина есть, классно. Нет, таких людей я уже больше не встречаю. Хотя раньше таких было достаточное количество, но сейчас их всё, нету. Одумались. Одумались и поняли то, что играться в эти игры не надо. На днях я ехал с таксистом по городу. Спрашиваю, как вообще работа. Отмечает следующее, что заказы упали. И многие люди, которые раньше ездили там комфорт плюс, пересели на комфорт, с комфорт пересели на эконом. Точно так же натыкался, я думаю, все вы знаете, канал Таксуем на Майбахе, там, где человек катается, ну, ездит, работает в такси на Майбахе, Мерседесе. Тоже говорит то, что заказы упали, народ начал денюжки экономить. Соответственно, это первое. Второе. Рост цен на каршеринг. Многие говорили сейчас, о, да нафиг покупать машину, вон, на каршеринге проще. Уже всем письма официально приходят, что сейчас будут поднимать тарифы. То же самое с подписками по автомобилям, когда ты можешь там взять на длительный срок в аренду его. Это сейчас тоже все, естественно, поднимут. Касательно КАСКО, значит, смотрите, друзья, вот мне человек написал один работа страховой, говорит, обязательно скажи людям о том, что сейчас можно доехать до своей страховой. Например, у вас есть полис КАСКО. Вы можете сделать доп. соглашение, сделать доплату, но чтобы вам пересчитали вот страховую сумму вашего автомобиля. Вы купили автомобиль два месяца назад, допустим, цена ему 2 500, а сегодня он стоит уже, например, 4 миллиона рублей. Вы можете доплатить, например, какую-то сумму денег, и ваш автомобиль могут застраховать на более высокую цену. Что это говорит? Это говорит о том, что если вдруг что-то случится, то как минимум вам хотя бы деньгами дадут больше, нежели чем у вас застрахована сумма сейчас. Рассчитывать на ремонт, ну, как показ в практике, конкретно сейчас не стоит. Что будет дальше? Логистические цепочки перестраиваются, запчасти со всеми, с кем общаюсь, кто занимается, говорят, да всё привезут, всё будет. Просто по новым ценам, вопрос по каким. Если до этого, когда всё началось, там уже доллар был 110-120, там аж чуть ли не до 150 доходило. Ну, это так вот в общей массе. Сейчас смотришь, там, 96. И постепенно, постепенно он вниз допадает. Посмотрим, что будет дальше, как на это самое главное будет реагировать рынок и по каким ценам будут торговать. Понятно, что цена в любом случае изменится, она будет выше. Но вопрос, то на 15-20% выросли запчасти, а то там на 50-70%. Как это делают некоторые. Некоторые же умышленно сейчас поднимают на 300-400%. Фильтр, который стоит 5000, его там толкают за 20, где-то там за 25. Но это спекуляция. Это спекуляция, и этим вопросом нужно хорошо заниматься. Значит, далее, вторичка встала. Точно так же, друзья, многие, кто кинулся на вторичку, увидели сейчас следующую картину. Вот я вам привожу пример. Стандартный мой пример. BMW X6, дорестайлинг. На днях захожу специально, там, думаю, для сюжета посмотрю. 3 литра дизель с пробегом 55 тысяч 2019 года. Я уверен, что такую машину человек купил примерно за 4 миллиона в 2019 году. Сейчас же он хочет продать эту машину за 8200. 8200, пожалуйста. Почему? Посмотрел цены на новые автомобили и туда же плясуют. Кто её купит у него? Те, у кого есть бабки, они всегда идут покупать себе новые машины. Вторичку люди покупают, потому что нет денег на новые автомобили. Но здесь 2 плюс 2 равно 4. Хочешь сэкономить, идёшь на вторичку. Но когда я сейчас приду на вторичку, посмотрев на этот X6 за 8200, я ему скажу до свидания. До свидания! Никто её покупать по такой цене не будет. И я уверен, что сейчас эти ценники будут висеть там долго. А покупают вторичку сейчас около дураков, которые, ну, не в обиду, просто как есть называю, у тех дураков, которые ничего не понимают, ни в чём не разбираются, но при этом продают машину по вчерашней цене. Если такие ещё остались, ну, естественно, у них там машины могут подлетать. На вторичке сейчас тоже будет в ближайшее время всё стоять. А вот когда уже начнут цены потихоньку, потихоньку, потихоньку снижать, вот тогда кто-то уже и будет это дело покупать. Это я к чему веду? Это я веду к тому, что сейчас задирать цены можно хоть до небес. Вопрос. По какой цене на машину будет звонок? Я могу поставить свой БМАК, я вам говорил, за 6 миллионов рублей. Кто мне её купит? Никто. Потом 5, 4, 3, 2, 700, 2, 600. Опа! Пошли звонки. Это стандартная практика. Везде всё так работает. Короче, ситуация следующая. Трафик упал сильно. В салонах реально тишина. Звонков никаких нету. А все те, кто приходят или звонят, когда узнают финальную цену за автомобиль, крутят у виска и говорят, вы чё идиоты, покупайте сами себе эти автомобили. Разворачиваются и уходят. Руководство, салонов, директора, которые принимают какие-то стратегические решения, идиоты полные, потому что они задирают ценник вообще куда-то в космос, что человек просто по такой цене не купит. А они, понимаете, это как вот давай поставим 7 миллионов и посмотрим, что будет. Если будут покупать, то мы будем продолжать. Но сейчас, поймите, людей не обмануть. Люди, когда видят, понимают, что это хрень собачья по такой цене, они просто шлют нахрен прямым текстом. Поэтому потом начинается, сейчас постоит немножко. В любом случае, я думаю, я думаю, что цены будут падать. Это лишь моё предположение. Потому что кому она нужна, это железка, балалайка, которая будет стоять просто-напросто. А со временем, в любом случае, автомобиль в цене всё теряет, и теряет, и теряет. Но посмотрим, что будет дальше. Ну, картина такая, что машин до хера. Кому не позвонишь, в принципе, любую тачку, ну так вот, из масс-сегмента найти можно. В комплектации, в любой, в цвете. Выбирай, пожалуйста. А раньше говорили, что нет. Ой, ждать надо, ждать надо. Короче, хера узнает. Дурят по полной программе. То сами производители дурились с дилерами. Сговор был сейчас от обратного пошло, что все цены взлетели вверх, а покупать никто не хочет. Короче, доигрались. Просто-напросто доигрались. Я сердечно поздравляю всех тех, кто успел себе купить машину выгодно, у кого финансовое положение ок, наслаждается жизнью, не парится, не нервничает. Дай бог вам здоровья, чтобы всё было хорошо. Ну, а те, кто не успел, как, например, я, обновиться, поменяться, да и ничего страшного. Есть дела поважнее. Значит, смотрите, в дальнейшем планирую записать выпуск на кухне. Думаю, два варианта. Под пеной или под чай. Ну, как многие отмечают, что под пеной как-то заходит. Будет интереснее, можно самому расслабиться и сделать его хочу к этой пятнице. То бишь, в пятницу вечера вы приходите с работы, к шести часам ролик будет на канале. Спокойно присаживайтесь на диванчик, кресло, организовывайте себе стол, напитки, какие вы любите, там, чайку, не чайку, включаете канал, и душевный ролик будет вас ждать. Я думаю, где-то на часик, не спеша, ряд тем обсудим, пообщаемся, будет вот так вот нейтрально, без нервотрёпки, без вот этого груза и серии «О, как всё плохо». Это и так, из каждого утюга сейчас идёт. Хочется иногда что-то посмотреть, отвлечься, чтобы было хоть как-то на душе, поспокойнее и вечером, да, на расслабоне, скажем так, лечь спать. Также напоминаю, что у меня есть телеграм-канала, куда я примерно два раза в неделю выкладываю посты, делаю подборку с автомобилями, что почём продаётся. Если там вы увидите машину, которая вас заинтересовала, и вы увидите свою выгоду, пожалуйста, пишите, звоните. Будем пытаться сделать ценник ещё пониже и, собственно, оформляться по сделке. Если вы видите, что цена конь, можно наставить какой-нибудь смешной смайл в виде какашки или ещё чего-то. Как бы покупать вас никто не призывает, просто хотя бы будете понимать, по каким ценам плюс-минус сейчас реально дилеры пытаются продавать свои шашлайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok